Что такое опора звука? Как ее найти, ощутить? И как на нее опереться? Одно из самых мифических понятий в вокальной педагогике. И в то же время одно из самых важных. Бесконечно ведутся баталии по этому вопросу. И среди профессионального сообщества, и среди любителей нет единого мнения и четкого определения опоры. Как мы уже говорили с вами в ролике про фальцет, в вокальных терминах черт ногу сломит. Кстати, офигенный ролик, посмотрите его обязательно, ссылка будет в описании. Итак, вокальная терминология вариативна. Опора, поддержка, анкировка, разные школы и направления используют собственные термины. Но, на мой взгляд, в данном контексте название не имеет значения. Самая основная потребность аудитории – это максимально конкретные инструкции. И поэтому сегодня я подведу вас к максимально конкретному ответу. Меня зовут Надежда Карелина. Вы на канале «Вокальный серфинг». Погнали! Для того, чтобы понять, что такое опора и как она работает, необходимо разобраться в том, как вообще устроен процесс звукоизвлечения, каков его механизм. В ролике, посвященном дыханию, мы уже говорили о том, что пение – это и есть дыхание. Ссылка на ролик в описании. От этого и будем отталкиваться в нашем исследовании. Когда мы говорим, мы не задумываемся о процессе звукоизвлечения. Само собой получается. Когда мы дышим, мы не задумываемся о том, какие мышцы участвуют в процессе дыхания. Все это – безусловные рефлексы. И в повседневной жизни нам вполне хватает этих встроенных функций. Кто-то звучит лучше, кто-то хуже. Но в общем и целом все справляются с этой задачей. Но если вы начинаете использовать свой голосовой аппарат более активно, у вас появляется необходимость использовать его и более осознанно. У вас появляются новые задачи, возрастает нагрузка. И вот в этом случае имеет смысл изучить принципы его работы. Чтобы установить причинно-следственные связи, давайте отследим основную закономерность звукоизвлечения. А именно, еще раз, дыхание – это и есть пение. Еще конкретнее – выдох, звук. На вдохе тоже можно извлекать звуки. Но они будут не очень эстетичными. Идем дальше. Проведем небольшой эксперимент. Для этого вам необходимо будет хорошенько расслабиться. Лучше всего лечь на спину. Дышим медленно и глубоко. Расслабляем все тело. Теперь убедитесь, что вы полностью расслабили мышцы пресса, косые мышцы живота, межреберные мышцы, поясницу, широчайшие мышцы спины, плечевой пояс, руки. А теперь, из этого состояния полной расслабленности, попробуйте издать какой-нибудь звук. Любой. Пойте, говорите, кричите, кашляйте, позовите котика из соседней комнаты. Постарайтесь издать этот звук, не напрягая те мышцы, которые вы только что расслабили. Получилось? Вряд ли. А если вам показалось, что из состояния полной расслабленности у вас это получилось, перепроверьте себя. Надавите пальчиками на мышцы живота, это проще всего. Например, на косые мышцы или мышцы пресса, чтобы не пропустить внутреннего мышечного усилия. И повторите попытку еще раз. Ну что ж, мы убедились, что невозможно издать звук, не работая при этом мышцами. И чем громче звук, тем более интенсивная работа мышц нам требуется. Не люблю слово напряжение применительно к пению, поэтому я всегда говорю – работа мышц. Итак, отследим процесс звукоизвлечения. Заранее договоримся. Вдох – это расслабление мышц. Выдох – это работа ваших мышц. Множество мышц в нашем организме, помимо диафрагмы, участвуют в процессе дыхания. Это именно те мышцы, которые мы с вами перечисляли. Прямая мышца живота, то есть пресс, косые мышцы, межреберные, поясница, широчайшие мышцы спины. На спине вообще очень много разных мышц. И все они участвуют в процессе дыхания. Погнали! Для того, чтобы издать звук, сначала мы расслабляем мышцы, то есть делаем вдох. Дальше. В результате работы мышц происходит выдох. В процессе выдоха воздух, который мы вдохнули, направляется под давлением, воздушный поток проходит сквозь голосовые связки, они вибрируют, смыкаются, и в результате рождается звук. Теперь отследим этот процесс в обратном порядке до начального импульса. Итак, звук, движение воздуха, работа мышц, то есть выдох. Вдох в данном случае мы оставляем за скобками, потому что нас интересует начальный импульс, который дает развитие всему процессу и приводит в итоге к звукоизвлечению. То есть вы извлекли звук в результате работы мышц. Не в результате того, что вы открыли рот, опустили или подняли гортань, наклонили какой-нибудь хрящ, подняли или опустили мягкое небо. Это значит, то, что происходит здесь, в области непосредственно голосового аппарата, это следствие. Импульс находится в другом месте. Этот первичный импульс и есть опора вашего звука, источник. Опора – это ваши мышцы, а еще точнее – это работа ваших мышц. Я называю это правильно расставить акценты. Когда вы начинаете петь, вы прикладываете некие усилия. И вот нам необходимо правильно распределить эти самые усилия. Расставить акценты. И вот такая расстановка акцентов позволит вам избежать избыточного усилия непосредственно в области голосового аппарата. А значит, избежать многих зажимов, чрезмерной усталости, излишнего напряжения непосредственно голосовых связок. Резюмируем. В повседневной жизни нам хватает встроенных функций, безусловных рефлексов для того, чтобы спокойно пользоваться своим голосовым аппаратом. Но когда вы начинаете пользоваться им более интенсивно, осознанно, вам необходимо более осознанно и интенсивно работать вашими мышцами. Пение начинается там, где ваш вдох и выдох. Начинайте петь с мышечного импульса, то есть с работы ваших мышц. Конечно, очень важно научиться ощущать, хорошо чувствовать мышцы опоры. Очень важно правильно применять мышечное усилие, избегая чрезмерного напряжения. Важно правильно направить выдох, то есть звук. Подписывайтесь, ставьте палец вверх, пишите комментарии, задавайте вопросы, если они у вас еще остались. Мы постараемся найти все необходимые ответы. Любите себя и свой голос. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...